Сегодня операции по замене родного сустава на искусственный уже никого не удивишь. Но эндопротез это не та вещь, которую можно вставить и забыть про нее на всю жизнь. Часто металлический сустав начинает приходить в негодность. Пациенту приходится ложиться на повторную операцию. Эта проблема стала главной темой конференции ведущих травматологов мира и Сибири. Это, скажем, вторая сторона медали внедрения технологий, которые определенное время работают, но, как и любой механический агрегат, в том числе эндопротез, подвержен износу. Но часто сами врачи укорачивают срок годности эндопротеза. Неаккуратная операция и у человека уже одна нога короче другой. Расшатывается имплант, преследует сильная боль, аллергическая реакция. Чтобы травматологи не превращали своих пациентов в хромающих терминаторов, на конференции провели несколько практических уроков. Кстати, всего за пять лет работы в этом центре сделали более 30 тысяч операций. Половину из них для жителей Алтайского края. Мы сегодня констатируем уже факт, что мы до конца года, и эти пациенты в листе ожидания находятся и расписаны все, мы сделаем 8 тысяч операций на данной площадке. То есть это цифры. Самая длинная очередь в Алтайском крае по замене коленного сустава. Кстати, по оказанию этого вида помощи здесь тоже провели мастер-класс. Итальянские травматологи продемонстрировали эндопротез последнего поколения, который учится уживаться в организме и вести себя как родной сустав. Такой живой металл скоро будет применяться и в Алтайском крае. Все эти врачи надеются, что после операции они не увидят своих пациентов как минимум лет 15. Ирина Корчагина, Павел Лаурнин. Наши новости.